Итак, с чего бы начать? Первое, если вы могли заметить, то я перекрасилась. Я не знаю, на камере хорошо ли видно, но я сделала себе такие, типа, светлые пряди. Хотела что-то новое в своей жизни. В принципе, неплохо. Второе, это то, что я сходила на день рождения журнала магазин. Ой! Журнала Бульвар. Сегодня журнал Бульвар празднует свое пятилетие, и мне досталось приглашение. Вот оно такое, необычное. Сейчас я хочу при вас открыть, вообще посмотреть, что здесь, потому что выглядит это все очень так, как будто это не только приглашение, а что-то еще. Вот здесь, кажется, всякие разные наклейки тех, кто поддержал это мероприятие. Давайте открывать. Вау! Вау! Такого я не ожидала. У них пригласительное идет вместе с Майкой. И что здесь написано? Мы будем танцевать. Видимо, сегодня точно будем танцевать. А вот, собственно говоря, вроде и само приглашение. Приглашаем вас на вечеринку в честь пятилетия проекта Бульвар. Хедлайнеры Луна, диджей Маркс... Короче. Команда Денис Симачев. Начало в 6.30. Просто, чтобы вы знали, сейчас уже 7-10 вечера, а я все еще не вышла из дома. Дресс-код фестиваль. Что это значит? Как понять фестиваль? Короче, не знаю, что надену. А теперь я буду собираться. Ну, точнее, как видите, я уже собралась. Осталось... Я не знаю, что надеть. Ладно. Время 9 часов вечера. Приглашение было в 6.30. Даяна! Почему мы опаздываем? Скажи, пожалуйста. Сложный вопрос. Не знали, что надеть. Мы реально не знали, что надеть. И король... А, кстати, вот, сними. Что для меня значил фестиваль? Дресс-код. Пожалуйста. Ужасно. Я реально не знала, что надеть. А, типа, такая непонятная шкафа. Супер. Давай на 5. И это, знаете, была такая фэшн-тусовка, где было очень много известных людей, известных в Инстаграме, известных в фэшн-мире. Друзья, я там со мной сейчас стою, Денис Зимачев. Это знаменитый дизайнер. Всем привет. Здесь круто. И надеюсь, что я еще сюда приеду. Супер. Спасибо. Уже внутри самой тусовки. И здесь очень много, очень много людей, блогеров, знаменитых дизайнеров. Здесь очень круто. Если честно, я немного отдалена от таких фэшн-тусовок. И на самом деле, мало кого знаю, но мне здесь очень нравится. И я думаю, что здесь будет очень круто сегодня. Это Кана. Всем привет. Это Камила. Мы учились в этой школе. И 6 лет не виделись. 0 или 5 лет. Очень давно. Я такой-то школ, как все мне тазады. Я помню ее очень маленькой. Это очень хорошая девочка. Спасибо. Ну, как я и любви. Можем на искру, твоя животики. Собью, папа, на жопе, твою животики. Много, обновайчи. Чувствую честное. Ай. Ай. Ай, снижду. У меня тут реально столько людей, и вроде они все такие знаменитые, а мы типа не знаем. А потом автопати было уже в ту сканваре, куда мы также поехали ненадолго просто посмотреть. И было тоже довольно-таки неплохо. И еще одна крутая новость, это то, что теперь вы можете увидеть меня не только на моем канале, но и на канале Холо. Ссылку я, конечно же, оставлю в описании, чтобы вы посмотрели. И там я буду ввести рубрику, которая будет называться, точнее она уже называется Hall of You, где я и мой оператор ходим по разным мероприятиям Алматы, освещаем, задаем всякие вопросы людям. Просто то, что придет на ум. Вот, и просто веселимся, это, думаю, будет очень круто. Два выпуска мы уже отсняли. Если честно, первый выпуск люди встретили неоднозначно, и я впервые столкнулась с таким количеством негатива. Я, конечно, знала и была готова к тому, что люди начнут говорить, типа, что это за новая ведущая, непонятная, там, верните нам Айсауле и все такое, потому что они уже привыкли. Я думаю, что Айсауле ведет Холо-шоу, и тем более многие из них даже подписывались ради нее, и тут получается непонятная я, и они такие, типа, что происходит, кто это такая. Вот, и очень много негативных комментариев было, и которые очень сильно меня задели, потому что я не была настроена на то, что меня так сильно будет хай. На моем канале просто я не встречалась с таким количеством негатива. У меня очень редко, когда вообще люди писали какие-то злые комментарии, плохие. Обычно мои зрители, они всегда меня поддерживают, то есть вы, соответственно, вы всегда пишете, что круто получается, Камила, продолжай, Камила, где новое видео. И мне это очень приятно, и я думаю, блин, круто. Наверное, и на том канале тоже будет самое, что люди просто будут рады, может быть, чему-то новому, новым людям. А тут просто кошмар. Вы даже сами можете пройти по ссылке, я оставлю именно на этот первый выпуск, и просто почитайте комментарии. Я согласна, в чем-то они правы, то, что у меня мало опыта в этом, в плане как ведущей. И, может быть, я немножко себя вела непрофессионально, но это нормально, потому что я непрофессиональная ведущая. Я девушка, которая снимает блог для своего канала, ничего больше. Людям же не объяснишь, что ты ведешь себя на видео так, как ты ведешь себя в жизни. То есть я действительно такой человек, какой я есть. Я такая вся энергичная, не знаю, много разговариваю, громко разговариваю, много смеюсь. Так что вот так, друзья, теперь мы будем видеться, надеюсь, надеюсь, с вами почаще. Кстати говоря, я хочу снять новое видео, которое будет называться «Вопрос-ответ», и я отвечу на все вопросы. Ну, не на все, окей, но самый интересный вопрос, который вы мне зададите. Вот, поэтому обязательно оставляйте их внизу под этим видео. Самое интересное я выберу и отвечу в следующем видео. Ну, может, не в следующем, но ладно. Всем пока! Я вас всех люблю, вы самые лучшие и самые добрые, серьезно, ребят. Я теперь это поняла, осознала и просто ценю. Спасибо большое, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok